4 августа президент страны Владимир Путин подписал федеральный закон об образовании, где внесено несколько поправок. Главный из них – это профессиональная ориентация учеников, привлечение их к труду, содействие добровольческой деятельности и ведение нового учебника по истории. Помимо этого, в новом учебном году будут возвращены серебряные медали и устанавливаются единые учебные программы. Этот стандарт будет действовать во всех субъектах страны, что упростит перевод ребенка из одной школы в другую. Также одним из преимуществ является и соответствие заданий в ЕГЭ содержания учебников. Теперь выпускники не будут сталкиваться на экзаменах с вопросами, которые они не изучали в школе. В плане общественного труда в законодательном документе подразумевается посадка зеленых насаждений на пришкольных участках, творческое оформление класса к мероприятиям, помощь в библиотеке и многое другое. Серебряную медаль могут получить выпускники, имеющие в аттестате не более двух четверок. Все остальные отметки должны быть отлично. Основной шаг в профориентации ученика – это ведение такого понятия «федеральный закон», чьего не было раньше. Упорядоченность мероприятия в этом направлении будет реализовываться на базе образовательных программ основного и среднего образования. Уроки по профессиональной ориентации теперь будут проходить каждую неделю для учеников 6-11 классов. Основная цель таких занятий – это формирование резерва кадров в актуальных сферах. Проект «Билет в будущее» с нового учебного года вступит в активную фазу. На основе его материалов в школах страны вводится единая модель – профессиональный минимум. Уже утверждены методические материалы и направлены в субъекты. Также с 1 сентября школьники 10-11 классов будут обучаться по единому учебнику истории. Это синхронизация курса «История России» и «Всеобщая история». С начала нового учебного года все библиотеки школ подключат к единой цифровой платформе. Эта возможность позволит ученикам получать доступ к копии мировой художественной литературы. Также в каждом среднеобразовательном учреждении будут советники директора по воспитательной работе. В его обязанности войдут патриотическое воспитание детей, развитие талантов, организация внеклассных мероприятий и многое другое. В педагогическом составе также будут некоторые изменения. Это ведение обновленных категорий педагогов – молодой специалист, методист и наставник.